МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это персона на Первом областном. Интереснейшая тема. В мае 2017 в Орле торжествовал фестиваль «Мода на русское». Скоро, в сентябре, все повторится. Год назад это событие открывало большую культурную программу, посвященную юбилею Ивана Сергеевича Тургенева. Здесь, на родине писателя. Праздник русской культуры продолжался два дня. Идею необходимости его создания признали многие известные и неизвестные люди, которые живут искусством, интересуются балетом и традиционной культурой, любят красивое, ходят на концерты симфонической музыки и видят во всем этом еще и мощный дипломатический ресурс. Итак, «Мода на русское», год 2017. Коротко о событии. Субтитры создавал DimaTorzok В нашей студии сегодня организатор фестиваля «Мода на русское» Елена Шаренкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы здесь, Елена. И я предполагаю, что это самый часто задаваемый вопрос, который звучал, наверное, и в тот момент, когда вы были только в начале пути, и сейчас он звучит. Для чего нужно, чтобы к уже существующим Орловским фестивалям, чтобы к ныне процветающим Всероссийским фестивалям добавился еще и вот этот? Мы полагаем, что у нас очень серьезная миссия. Мы продолжаем миссию нашего земляка Ивана Сергеевича Тургенева, который, по мнению многих, задал некую такую моду на русское. Вот то самое название нашего фестиваля «За рубежом», да, внеся туда любовь к русской культуре, к языку и к русским традициям. Мы смотрим на творчество Тургенева, ну, в основном, как на писателя. Вот перед нами была поставлена задача показать его как народного дипломата. Я думаю, что это основная тема нашего фестиваля. Используя, разумеется, все богатые средства. Да, да. Вот в прошлом году тоже много очень говорили о миссии фестиваля, о его задачах, в частности, о том, что вы продолжаете миссию нашего земляка. И в том числе это способствует сближению нашему с западной культурой или сближению Запада с нашей культурой, вот таким вот образом. И в этой связи был один вопрос, который звучал в вашей официальной группе. Вы широко себя представляете в социальных сетях, я даже его сейчас процитирую и задам. А в чем сближение с Западом? Для сближения с Западом меня нужно знакомить с западной культурой. А знакомство меня с русской культурой – это мое сближение с ней. Или я здесь играю роль представителя Запада, или здесь зовут не нас, а супостатов. В чем фишка? Поясните. Поясните, пожалуйста. В чем сближение с Западом? Я думаю, что очень хорошим показателем в прошлом году стал приезд сюда представителя французской демиссии Орлена Аркаша и очень известного блогера французского Лола Листраторова, которая в течение года писала о нашем фестивале. Наш фестиваль был узнан всем русским сообществом в Париже. Я думаю, что там, по-моему, 36 миллионов подписчиков только у этого блогера. И она в течение года писала все время в нашем фестивале. И после уже проведения нам было предложено провести следующий фестиваль в Русском культурном центре в Париже. В Париже? Да, к сожалению, у нас не хватило ресурсов. Значит, хвалила, наверное. Да, писала обо всем. Об Орле, о приеме, о нашей кухне, обо всем, что она видела вне фестиваля даже. То есть они здесь были несколько дней, наши гости. Поэтому впечатлений было достаточно, чтобы показать, как хороша русская культура и наше гостеприимство Орловское в том числе. Ну, сейчас тема очень на слуху о том, что с Западом необходимо сближаться. Откуда у вас уверенность в том, что... Пытаются-то многие, но у вас есть, видимо, уверенность в том, что именно у вас получится. Ну, я полагаю, что мы должны сделать все, что можем. И деятели культуры таким тихим языком обычно говорят об этом, поскольку Россию привыкли воспринимать страну с такими скультурными традициями, больше традиционными с точки зрения недворянской культуры. То есть народные традиции, народные промыслы, богатство песни, богатство нашей военной мощи. Как мы представляем Россию? Огромная страна с таким природным наследием. Но мы бы хотели показать, что Россия еще имеет совершенно другой потенциал. Вот мы часто сравниваем наши действия с культурным таким движением дьягельских сезонов, может быть, помните, которые были очень долго, в течение 20 лет во Франции. Они базировались в Монако. Я позволю себе такое отступление. И после этого такой был взрыв любви, интересы к русской культуре, благодаря этим сезонам балетным, что даже, как я помню, королева Великобритании выходила замуж, по-моему, Генри Пятого, супруга, в русском платье. То есть настолько было влияние русской культуры велико, и оно после этого во многом, в творчестве многих людей, оставило такое наследие. Поэтому я думаю, что наша миссия, она может быть очень тихой, но мы очень хотим, чтобы она все-таки звучала в продолжении нашего земляка, то есть действий нашего земляка. Вот о том, чем будем удивлять, как будем сближаться, мы еще чуть ниже поговорим. А сейчас мне бы хотелось показать фрагмент, еще один видеофрагмент. Уже было сказано о том, что многие известные люди поддержали идею этого фестиваля. Вот услышим их мнение и продолжим. Мы только приветствуем замечательную инициативу. Фестиваль, который называется, прекрасно называется, мода наружная. Желаем успехов в работе фестиваля. Убеждены, что такие мероприятия крайне необходимы и будут служить важным этапом налаживания межнационального культурного диалога. Надо сказать, что существующее ныне уважительное отношение к русской культуре на Западе, оно все-таки формировалось во времена наших предшественников. Вопрос следующий, что сегодня нужно на Западе знать о русской культуре, что мы можем показать, чтобы было понятно, что мы продолжатели дела Тургенева, Дягилева, помянутых выше. На ваш взгляд, что мы можем показать? Чем можем быть интересны в сегодняшнем дне? В продолжении темы, хочу сказать, что наш балет всегда был интересен и будет продолжать вызывать интерес Запада. Наши оперные пения до сих пор, я знаю, что на наших исполнителей в течение трех лет заказываются билеты заранее. Многие исполнители, как вы знаете, работают и в венской опере и так далее. То самое великое искусство русское, которое было заложено нашими предками, до сих пор имеет невероятный интерес на Западе. Русская культура художественная тоже очень высоко ценится. Наши деятели культуры конца XIX века, вот когда бывают выставки на Западе, на них тоже очень сложно попасть. Практически как на каком-нибудь Салевдоро Дали выстраивается очередь. Я очень хорошо это знаю, понимаю, каким образом это популяризируется. Это действительно вызывает живой интерес. То есть я думаю, что все, что мы показываем сейчас уже имеете... В разных областях. Абсолютно. В разных областях уже имеет. Ну, достаточно слаба, может быть, в демонстрации поп-культура, но я думаю, что она тоже вполне скоро может выйти на этот уровень. Потому что огромный, конечно, интереснейший исполнителей, музыкантов. Знаете, наших классических музыкантов, конечно, там очень уважают и любят. И есть, и многие даже жазовые исполнители, работающие там, в странах, которые неприемлемы, в общем-то, такой пластический язык. Я знаю, даже выпускники наших орловских музыкальных учебных заведений трудятся в очень престижных европейских оркестрах. Музыканты есть наши и там. Что касается моды, например, потому что по кадрам видно, что были и модные показы в минувшем году на фестивале «Мода на русское». Вот здесь вообще все очень сложно, как казалось бы, потому как традиционно считается, что мы не законодатели моды, что, напротив, мы заимствуем у Запада. И то, что вот эти все эти заимствования многие называют не очень хорошим таким повторением. Или что-то изменилось? Ну, я считаю, что Запад сейчас, это очень заметно, заимствует русскую пластику и культуру в своих коллекциях вот в течение последних пяти лет практически, да, и орнаменты, и, да, конечно, и картины известных наших художников, там, Малевича и так далее, всегда используются в западных коллекциях. Это совершенно очевидно. То есть вот такой взрыв интереса к русской культуре и есть. Принты. Да, принты, но не только принты. Вот последние коллекции, я точно помню коллекции Кавали и так далее, да, и Дольче Габбан, они все были представлены из русских классических мотивов, но какие-таки более прогрессивные художники, голландские, в основном они предпочитают такой русский модерн и некогда современное искусство русское тоже в своих произведениях, они это используют очень часто. Чьи коллекции были показаны для орловчан? В прошлом году мы показывали Нелли Калашниковой коллекцию, это было единственное, что мы представили, и нашего режиссера фестиваля Тургенской девушки Рафа Сардарова. Посмотрим фрагменты того, что происходило на улице Ленина, которая была превращена вообще в огромную такую творческую площадку, моды в том числе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот на прошлом фестивале все время что-то происходило. Улица Ленина, кинотеатр Победа, много столичных спикеров, бал под открытым небом, показ фильма по Тургеневу, две женщины Веры Глаголевой, выступление симфонического оркестра. Не только это. Было много дискуссий. Что, исходя из опыта прошлого года, удалось вместе с собой взять в нынешний фестиваль, что станет уже традиционным элементом, а что будет в этом году новаторского? Расскажите, пожалуйста, о программе. Я расскажу о программе. В этом году программу мы верстали, вот с моим соавтором Ириной Кишонковой, нашим журналистом известным, верстали такую полноценную программу, но, к сожалению, средства гранта нам значительно ее сократили, поэтому... Давайте сразу обозначим, существует фонд культурное движение здесь у нас в Орле, который является грандополучителем. Да, да, да. И эти же люди... Эти же люди, да, в прошлом году мы просто получили президентский грант, и он был в два раза больше, чем грант Орловского правительства, но, тем не менее, я думаю, что мы достойно выйдем из этой ситуации и все-таки покажем все, что хотим показать. Ну, почти все, скажем так. Так. В этом году наш фестиваль называется «Два века с Тургеневым». Естественно, он тоже приурочен к празднованию, юбилея нашего великого знаменика, и начинается, вот то, что вы говорите, стартовая площадка, с открытия, которая была в прошлом году также обозначена, она будет на этом же месте, с тем же веером, открывается с выступлением нашего симфонического оркестра. Фактически на главной площади города. Да, на главной площади города, под руководством Шкопцова, у нас будет выступление симфонического оркестра. Гость им фестиваля будет оперная певица и победительница конкурса в стиле этикета прошлогоднего тургеневская девушка Анна Кутняк. Она приедет к нам из Белгорода и теперь уже из Москвы. Она стала ученицей Московского университета, поэтому будет выступать здесь уже в таком качестве. Спикер. Спикер, да. Затем на этой же площадке будет такой бал артистов наших театралов, такой некий бал, погружающий в атмосферу тургеневской эпохи. И в продолжение этого будет, опять же, участвовать династия, наш танцевальный, вы знаете, прекрасный коллектив, который будет учить исторических танцев, который будет учить также жителей историческому танцу. Это очень полюбившееся занятие, мы берем его из прошлого фестиваля. Из таких новаторских, можно сказать, некоторых таких хитов этого фестиваля вот мы подготовили интеллектуальный градус, вы знаете, который проводит Михаил Есипов. Он будет его проводить тематически на открытой площадке. Интеллектуальная игра. Да, интеллектуальная игра. Которая представляет собой, в принципе, викторину. Да, 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 да. И мы гостей наши в фестивале. А знания проверите? На знания мы будем проверять, да. Биографии, произведения, к чему готовится? Все про Тургенева. За две недели. У него называется «Все про Тургенева». Да. Это будет на площадке перед Победой. А в самой Победе очень известный филолог Анна Харитонова, наша гость из Москвы, будет читать лекцию. Такой будет некий кинолекторий, посвященный Тургеневу, где будут показаны отрывки фильмов о Тургеневе. Она будет рассказывать о киноадаптации его произведений. И в том числе расскажет о призраках, которые живут в 21 веке. Сейчас, тургеневских призраков. Я думаю, что это будет очень интересный кинолекторий, поэтому приглашаем всех на него. В 16 часов наш друг и очень известная женщина, журналистка, писательница и заместитель председателя Тургеневского общества в Москве Елена Ронина представляет свой проект-спектакль, который называется «Одержимость». Это такой спектакль в новом жанре, такой вокально-пистолярный, по-моему, микс, как она его называет, где на стихии Тургеневой, на основании переписки Тургеневой-Виардо, положено на музыку классических произведений джазовых. Будет некоторая такая вещь, которую мы... Я ее смотрела, мне она безумно нравится, мне кажется, что это будет несколько неожиданно для наших зрителей, но это все-таки опять расскажет о том, что любовь вечна, что она движет миром и искусством. Я думаю, что это будет очень интересная вещь в нашем фестивале. И вот мы плавно подошли к кульминации, как я полагаю. И вот плавно подошли к кульминации, да. К счастью, совсем недавно мы все-таки получили подтверждение, что кульминацией нашего мероприятия станет выступление солистов балета Большого театра. Большой театр? Да. В Орле? Да, Большой театр в Орле. По поводу юбилея Тургенева в фестивале «Мода на русской». Это прям нужно отдельно записать. Да, я думаю, что мы не представляем непосредственно Большой театр. Это проект солиста Большого театра, очень известного человека в области балета. Такой звезда российского и зарубежного балета Андрей Меркурьев. Он предоставляет свой проект «Признание». Привозит сюда, по-моему, 12 исполнителей. Это будет полноценный галло-балет. Это не галло-концерт, а галло-балет. В драматическом театре в 19 часов мы к нему готовимся. Все по классической школе. Все по классической школе, да. А как в этом году-то блогеры французские? Я думаю, что они дистанционно напишут обо всем видеоролике по французскому. Конечно, мы с ними связываемся, конечно, передаем эту информацию. Но, к сожалению, не смогли пригласить в этом году. Из-за нехватки средств они очень хотели приехать. Вот так. А с Тургеневской девушкой это что? Конкурс, который в прошлом году успешно проходил на сцене драматического театра. Мы, к сожалению, не смогли в рамках, в грант его показать. Поэтому в этом году у нас конкурса не будет. Но приедет победительница. Приедет победительница, расскажет нам о том, как она посетила Париж. Это был главный приз, подарок для нее. Как наши победительницы. Тургеневская девушка живет не в Орле. Не в Орле. Ну, наши тургеневские девушки посетили у нас в Санкт-Петербург. Они тоже здесь живут. У нас же было 9 представителей. Из разных городов. Из разных городов. Там Тула была. Да, Тула. Белгород. Липецк, Белгород. Тамбов. И девочки, они очень хотят участвовать, конечно же, они очень хотят участвовать. Но не в рамках нашего фестиваля. Тургеневская девушка будет все-таки проходить, по-моему, в октябре на другой площадке. Поэтому конкурс, как таковой, останется в нашей области. Он будет обязательно проходить. Он, наверное, не будет региональным, как мы его себе представляли. С этим понятно. 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева – это большой праздник для вообще всего читающего мира. Но часто бывает, как ажиотаж пропадает, когда проходит юбилей. А пропадет ли культурное движение в Орле вслед за ним? Я думаю, что мы точно не завершим таким образом свою деятельность. Это традиция. Конечно, мы заложили этот фестиваль. Конечно, посылом был юбилей Ивана Сергеевича Тургенева. Но полагаем, что в следующем году мы сделаем следующий фестиваль. Мы очень хотим, чтобы он был теперь уже регулярным. Я думаю, что мы найдем большое количество тем и большое количество исполнителей. Тем невероятное количество с таким названием может быть. И он будет целевой. Мы в следующем году уже для себя придумали сделать его тематическим, посвященным исключительно моде, на мужской костюм. Вот так вот мы себе его предполагали сделать, потому что эта тема вообще никаким образом у нас как-то здесь не прогрессирует. Роскошные специалисты совершенно, которые не только знают сегодняшнюю культуру и искусство в плане моды, но еще и истории. Роскошные совершенно истории. В этом году один день. Один день. Когда приходить, во сколько и куда? 2 сентября в 14 часов у Костяки Салют. Главное, точка города. Да, да, да. И в течение всего времени у нас будет Ленинская, конечно же, занята сувенирными лавками и лавками Тургенева, который полюбил кофе. Да, да, да. Это все будет. Это все будет. Ставляет собой инсталляцию мультивидов. Да, да, да. Я благодарю вас за интервью. Успехов фестивалю. Спасибо большое. Всегда ждем в нашей студии. Спасибо. В нашей студии была организатор фестиваля «Мода на русское», руководитель фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова. Спасибо.